привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и этому рутопия и прохождение этой замечательной игры и так прошлая наша серия не было финальной но тем не менее я надеюсь что в этом серии мы все закончим на нашего бакалавра неожиданно свалилась свалилась куча дел которые опять же стоит переделать поэтому давайте мы с вами продолжим мы находимся вот тут у рубина и посмотрим что у нас нам нужно теперь защитить приближенных горуспека вернее не горуспека а бурха и это мишка спичка ноткин ласка тая тычек хан и капелла из них принципе мы с вами навестили всех кроме хана и капелла ну хан у нас многогранники сидит и в тот же многогранник нас пригласили мистические власти этого города о которых мы с вами может быть и слышали но никогда не видели и тут нам нас вызвали на ковер грубо говоря нам надо прийти и доложиться они были недовольны нашими действиями действиями горуспека власти и хотят с нами поговорить чтобы это не значило так а нам же сейчас давайте посмотрим что нужно в принципе мне еще заглянуть вот сюда не помню был у нас влад больной не был но еще есть сгусток и в принципе все из таких из жильцов давайте к поэтому наверное все таки вернусь к ладу даже вот просто придется вернуться что делать наш день опять начинается с бестолковой беготни ну благо мы не так далеко ушли господи здесь все перекрыто и мистические дела начинают твориться прямо выходя как я уже сказала за из рамок компьютерных игр и превращаясь в какие-то реальные вещи так например прошлой серии я до сих пор но поскольку я эти серии если вы конечно поняли наверняка что я пишу одну за другой последние уже наши серии так вот только я говорила о том что неизвестно где искать ноткина как мы его нашли то есть ноги нашего бакалавра сами вынесли его к тому самому ноткину хотя как ни странно видите наш бакалавр иногда блуждает в трех соснах вот опять же мистика то что стоят чучела вот эти которые обозначают границы зараженных кварталов я так думаю что сейчас мы купим карту и посмотрим а если вообще зараженные кварталы или это опять какая-то иллюзия которая только кажется нету не людей не крыс не бандитов так что скажешь по всему этому поводу влад не говорите что вы этого не ждали вы сохранили жизнь благодарю и так далее слушайте а картон уже не продает странно что вы оказались среди этих людей хотя самого начала мария просила не упускать вас из вида я думал что это интрига да я не знал этого и сам все случилось очень внезапно для меня в эти последние дни вы были таким верным сыном я был уверен что вы пойдете по стопам вашего отца я и остался верен верным сыном кто сказал вам что я отвергаю цели и силы своей семьи это как гены их не изменишь даже если я отрекся от истины которые проповедовал мой отец я не могу отречься от его линий но это уже степное знание бурых мог бы рассказать вам об этом так ваш отец вы не хотите стать таким же как он он босс подобные быку и хозяин быков он человек первобытной эпохи навсегда кануши в бездну времен он порождение той же сырой и дремучий эры которая донесла до наших дней сам уклад со всеми его ценностями я чту его и люблю его вы сами видите что он для меня сделал но эра авроксов и зубров ушла навсегда что вы будете делать теперь я стану служить марии я буду ее руками и и при практическим умом я буду ее счетоводом и канцлером я стану подсчитывать цену ее идей и порывов и буду сопоставлять смету каждой ее мечты знаете бывают такие вот одновременно практические и сумасшедшие люди да 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 вы удивили меня ольгимский да нет не удивили я знаю до свидания так картон ты мне не хочешь продать до льгимский называлась кровь земли собственно я выяснила откуда что происходит выводы очевидны ладно влад живите 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 так как видим влад у нас здоровый поэтому со спокойной душой теперь можно отправляться капелля и вроде небо чистое карт он не продает значит карты не нужны я иду очень странной дорогой интересно я тут пролезу как ни странно ну да а вот нужно ли мне это было делать это другой вопрос очевидно это тупик да это тупик это ловушка могу я пройти насквозь если здесь есть какие-нибудь двери а если я при этом возьму отмычку нет то есть я не могу открыть ничего до не могу взломать да могу ребятки мне надо просто пройти насквозь ваш дом просто пройти насквозь ваш дом не ничего от вас не надо и богу вот 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 исключительно ради этого мы к вам проникли со взломом так подожди к темы это театр гимские были где-то там да да я вам скажу сейчас побегаю уже вторую серию поэтому пустому городу что было более жутко город заразы или абсолютно пустой город и мне странно почему птица стоит здесь потому что мы знаем что большой влад он пожертвовал собой ради своего сына и непонятно почему птица стоит там ну давайте сначала поговорим с этой так за дверью жертва твоего нерадения жертва принадлежения доктором долгом врача так пусти меня я излечу человека у меня есть панацея передай ее мне это я возвращаю их с того света держи и так у нас смотрите-ка у нас появилась не 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 только не то порученная гору спика здравствует можно успокоить его теперь у него есть время чтобы подготовить свои аргументы совета то есть мне надо гору спикю тоже сказать об этом да это понимаю сплошная беготня но тем не менее у нас есть здесь мост и гору спик он уже тут так ну мы давайте зайдем и посмотрим на капеллу правда ты жива ты правда жива это та же сила которой светилась моя милая мать если бы не твоя забота обо мне кто бы снова вдохнул жизнь наш город не столько всего нужно сделать пять десять лет спасибо живи и делай что должно до свидания капеллу все понятно так теперь мне очень странно с тобой птиц что тут не так здесь нет живых это место принадлежит мертвым так а может быть еще не все потеряно симона тоже считали мертвым но умерший не симон а ты не каин ты не знаешь как соединить дух с материей уходи мертвы принадлежат земле ладно неси свою стражу вот так вот как я и говорю поэтому теперь младший влад будет продолжать традицию отца но уже как говорится под управление марии очевидно все это будет по-другому теперь уклада больше нету то я сокрушается по этому поводу потому что она бы стала хозяйкой боин вернее не боин а уклада те кто работает бой них видите тут народ все равно стоят эти служивые я пытаюсь куда пройти то мне надо елки я пошла опять каким-то далеким обходным путем а между прочим между прочим время то у нас идет мы должны в 19 19 быть в соборе на на совете так тут есть у нас дырка какая-нибудь есть дырка дырка есть нету тут дырки да теперь я понимаю от чего у меня немножечко как говорится вот это все подлагивает подлагивает тогда когда начинает наш бакалавр выходить как ни странно в степь казалось бы чему подлагивать степи и дождь перестал но очевидно вот это большое количество растительности еще что-то не дает спокойно нашему бакалавру передвигаться по моему никогда не было у нас тут такого чистого неба вам не кажется мне кажется что да и так все бурах все твои подопечные живешь и едешь дальше будешь от того места куда едешь можно добавить что же все готово твои порученные живо и здравствует приходи на совет если ты действительно этого хочешь айнон мои планы тебе известны известно увидимся на совете я так считаю что надо чтобы все были действительно на совете и тогда мы будем выбирать и так задание бурых будет соборе если я дам ему право решать город выживет ценой удаления многогранника и превратится в заврядное провинциальное захолустье верные клятве гиппократа мы сохраняем гению жизнь путем целительной лоботомии аплодисменты понятно лоботомии нет я больше чем склоняюсь к мысли о том что многогранник в любом случае нужно оставить и сохранить поэтому планы гороспи ко мне совершенно не подходит тем не менее мы дадим ему как говорится возможность прийти на совет все высказаться самому у нас будут очень прозрачные выборы да посмотрите какая красота старый дуб весь преображены прямо как из войны и мира да он видел многое-многое пережила теперь просто тихонечко роняет свои листья а мы с вами выдвигаемся в набойне попробуем найти там самозвонку и поговорить с ней какие у нее приближенные кого-то мы уже с вами вылечили довольно много людей мы вылечили может быть большая часть из них и было ее приближенные поэтому я так думаю что я надеюсь вернее что нам не придется много бегать искать так и я надеюсь что я иду правильно не совсем тогда эти подумать как меня отсюда выйти здесь у нас нигде не выйти в принципе можно вот так вот мимо спички опять сюда то есть теоретически это не так далеко и мы должны успеть по идее главное нам успеть к 19 и может быть еще то леет мечта в голове нашего бедного уставшего изможденного бакалавра может быть еще нам удастся все-таки где-то чуть-чуть поспать совсем немножко часик прикормлюсь на часик но с другой стороны если что если что у нас есть кофе у нас есть кофе мы его можем выпить и таким образом добавить себе бодрости и опять загнала себя в какие-то катакомбы ну да я сделала просто-напросто большой круг по идее если я пойду в эту сторону я выйду к бойням по такой дуге какие-то денежки находятся не знаю что у нас там с голодом так провиант мы хотим есть знаю съешь кусок мяса да немножко голода какого-то было но в принципе все нормально осталось только отстоять свою точку зрения и я даже не знаю какими что от нас потребуется при этом какие доводы убеждения аргументы или все наше прохождение и принятое решение будут как говорится поставлены на весы и и взвешено так она говорила что справа да здесь вход так ну-ка давай ты ты мне что-нибудь скажешь не скажет скажешь не скажет скажешь никто ничего не скажет да точно смотрите здесь она что самозванка готовы приносить себя в жертву чтобы город продолжал существовать помоги мне попасть в собор я докажу видишь как все повернулось кто ж мог представить непременно приходится чем-то жертвовать либо город либо многогранник один ферзь непременно желает разрушить чудесную башню другой истребить как можно больше для собственного спокойствия так у тебя истинной выход да если мои порученные живы я буду с тобой на совете и не будет там такого ферзя которого я не смогла бы убедить в том что мое решение есть наибольшее благо но ты уверен что они действительно живут и действительно хочешь чтоб я явилась собор на совет а смотрите когда я уверен в том что все твои порученные здравствует то есть у нас нету так значит мы всех выручил выздоровел вылечили приходи собор я дам тебе право решать мне дурно в глазах потемнело времени почти не осталось скоро начну стрелять пусть стреляют скорее бы все превратилось покатилась и провалилась в тар тарары а что тут такое очень интересно у нас еще есть время хотя нет подождите друзья какое время сейчас мы почитаем письмо нас вызывали власти но здесь мы не были давайте-ка мы посмотрим блин время так час дня не у нас еще масса времени хотя еще неизвестно что куда вы бежим куда мы бежим это бесконечный подъем нет он конечный у нас тут есть какие-то комнаты да это было правда неправильно с нашей стороны ну а вдруг давай бакалавр ты можешь прыгать давай спускаться как-то побыстрее так так сюда вот спускаться всегда быстрее чем подниматься что ж побежали многогранник там сидят власти которые хотят нас видеть и дать нам взбучку за то что мы себя плохо вели и не слушались чувствует я чувствую себя ребенок нашалившим ребенком так поэтому пойдем магазин и накупим конфет нет у нас есть только молоко в магазине дождя давай я тебе продам от мне эти таблетки которые вот эти они совершенно ни к чему не правда и деньги похоже ни к чему но бог его знает как она там может быть как-то так у нас еще есть куча всего но нету детей с которыми можно меняться всем этим радостным добром нажитым непосильным трудом так как мы здесь убежим бежим мы здесь очевидно вот так теперь насквозь насквозь через мостик и бежать нам далеко ну что делать друзья я не знаю что вам рассказать пока мы бежим может быть просто напросто отдохнуть от напряженки всех этих дней и не рассказывать ничего так ты спичка да очень жалко что я не увидела списка приближенных самозванки то есть получилось так что мы вылечили всех до того как с ней поговорили хотя в принципе теоретически теперь понятно кто значит все дети это были бураха катерина виктор все вот эти вот это куда и но откуда я иду все это были приближенные это же ласка например оспина это все самозванкины товарищи забавно потому что есть список наших приближенных и он вот он георгий каин виктор каин они пока что живы но как говорится не в себе или они то в себе вернее в них кто-то другой так братья стоматин и мария каина которая тоже и еваян которая погибла и марк бессмертник в принципе из них из всех из них и всех остался только вот это чертушка марк марк бессмертник ну ладно братья стоматин а ну и все то есть как бы все остальные уже не те как как кто были раньше скажем так или их просто нету так здесь у нас здесь мы в принципе тоже всех навестили и в эту комендатуру мы тоже не не пойдем в это управление мы там были мы там говорили все кое-что мы узнали о лари о том что оказывается командир блок генерал блок виноват смерти ее отца ну я так поняла потому что в принципе там по другому ее слова даже не знаю как истолковать не друзья действительно посмотрите впервые нету это желтизны и город кажется даже прекрасным город просто как будто просит что не надо меня убивать я прекрасен зараза нету это тебе все померещилось хотя вот эти вот заслоны военные напоминает нам о том что действительно здесь происходило всего день назад так что не будем обольщаться и поддаваться иллюзиям хотя что есть иллюзия так ладно давайте-ка посмотрим наше задание и так поручение гору спика здравствует здравствует так а почему у меня нету пропорученных клары а вот клара будет соборе она убедит полководца увезти войска и сохранит статус скво если я дам ей право решать но можно ли считать решением не вмешательства этот город так и останется красивой машиной по производству смерти а то есть клара хочет вообще не вмешиваться ни во что то есть оставить все как есть это наша задача дня до других дел у нас нету есть тут кто-нибудь а ну да мы же здесь уже были окей время проходит так что кажется что день превратился в несколько если раньше времени не хватало теперь она растянулась каким-то причудливым образом собор в собор сейчас не войти но я думаю что сейчас мы поговорим с властями хотя конечно это очень странно тем не менее да здесь еще есть хан с которым тоже можно поговорить все как будто стало чище то есть такое впечатление что эта болезнь отступила но она действительно было просто как сказать очистительным огнем она очистила весь город и даже сам воздух на нем или в нем когда идешь по многограннику небо она уже просто в нем это удивительная конструкция тем не менее я все больше склоняюсь к мысли что все это какие-то иллюзорные вещи что наш бакалавр может быть до сих пор где-нибудь лежит под кустом полыни нанюхавшись этого воздуха ведь ева говорила нам что этот воздух содержит запах вот этих трав которые пьянят голову и человек начинает видеть странные вещи так а тут даже нет никого ладно давайте попробуем спуститься хан привет так недолго и на куски развалиться если бы не твоя забота обо мне кто бы снова вдохнул жизнь наш город мне столько всего нужно сделать так все понятно слушай а город стоит вернуться к жизни хорошо а куда подожди мне сюда что ли или они смотрите это был выход а вот это я этого раньше не видела не сюда да смотрите вот она лестница нет это лестница вверх а куда мне подождите дети это я отсюда вышла а как мне вниз вон али а вижу 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 детишки в основном не разговариваются нет они со мной не разговаривают и ты тоже мне сказали спускаться вниз мы долго поднимались теперь мы спускаемся но это конечно удивительная так я так наконец-то исследую весь многогранник висят эти голуби оригами вижу так что ж у нас получается власти у нас тоже дети они сказали что никого взрослых они сюда не пускают вот 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 то есть крошка и этот мальчуган это вы что ли власть у меня аж осталось появилась что за садик и что за песочница посмотрите это город и эта башня это дети играют песочек нет подожди это надо выяснить крошка вот и какая-то очень большая кружка не огорчайся игрушка быть тоже хорошо то есть но почему вы играли именно так какого лешего вы не выбрали другую игру например дочки-матери надеюсь я еще смогу поменяться с вами местами власти обалдеть друзья это была игра это была игра то есть все это время это просто играли дети так вот о чем говорил марк бессмертник в принципе о марионетках а театре то есть пока мы так но давайте мы поговорим а потом я порассуждаю хотя до этот вывод как говорится этот вывод самый логичный из всего происходящего так почему вы не играли в дочки-матери потому что мы были на похоронах нас уже десять дней выгоняют играть в сад чтобы мы не чтоб не мешали нас нам уже нас уже неделю возит на кладбище бакалавр а будешь грубить отвезу тебя в следующий раз с собой и оставлю на ночь среди венков чтоб не баянил а зачем вам нужны были куклы разве нельзя было обойтись без нас то есть мы твои куклы да кто у вас умер никто у нас не умер никто по-настоящему не умирает и вообще зачем он все это спрашивают тихо тихо не плачь мальчик подожди ты что скажешь власти смотри да это же бакалавр ого какой он большой как-то нас нашел значит себе уже рассказали так значит вы и есть власти я хочу чтобы вы мне все рассказали а про что мы расскажем что за дьявольская игра тут у вас творится покажи свою песочницу да с песочницей все понятно смотри это волшебная песочница видишь как она отражается в зеркалах там все настоящее вот это город который мы вылепили из песка там творятся творится ужасная вещь эпидемия все ползет город рушится но мы оттуда отправили героев чтоб они ее а но мы туда отправили герою чтоб они ее укрепили укрепили так а и как же вы распорядить распорядились героями видишь как все гниет брр мы думали они сумеют что-нибудь придумать на худой конец хоть в песок замуроваться для прочности а они же тоже волшебные взять хотя бы тебя видишь как все получилось был игрушкой а стал живой может и с остальными также а вы знали что куколки живые да а тут все живое это такое здание она оживает оживляет все игры мы же никому руки-ноги не откручиваем оно само город мы просто слепили с таким увлекательным он сам получился удивительным кукол мы туда сунули каких не жалко все равно они были у вечные ой прости ладно ничего ничего не трогать это больше ничего и никого больше туда не засовывайте детки поигрались то есть детки ну да детские мечты становятся в этом многограннике реальностью так напрашивается вопрос что было первым курица ли яйцо то есть изначально был многогранник и детки изобрели засунув туда куклы тех же самых братьев архитекторов или все-таки были братья архитекторы которые сделали этот многогранник и потом сюда пришли детки стали уже играться это как-то все какая-то лента мебиуса так ладно ничего ну-ка давай-ка еще поговорим подожди мне этого мало видишь кукла вот что мы устроили вышло чудно такой мир у нас еще ни разу не получался волшебный мы его посадили а выросло вот что но теперь это все гниет ты назвал меня куклы щенок я человек да я вижу так крошка ты что скажешь я похоже действительно кукла потому что посмотрите по сравнению с этими детьми власти насколько наш бакалавр маленький он действительно кукла крошка не огорчайся так боюсь что крошка тебе не понять как себя действительно чувствует кукла а ты мальчик что еще мне скажешь так вижу а если я ему скажу что я человек значит ты очень похож на одну нашу игрушку вообще-то она называется бакалавр но мы ее зовем даниилом данковским для смеха сейчас тебе станет не до смеха маленький кровопийца этого не может быть я тебе не игрушка да ну значит ты не игрушка попробуй ка тогда меня ударить что руки опустил слабо но убей не жалей а что мне теперь делать чем сокрушаться лучше ты лучше бы ты помог нам починить городок у тебя же все хорошо получалось осталось совсем немного и игра будет закончена нам все равно пора домой вам пора в колонию для малолетних преступников так-то ты может быть все таки хотя это все глупости он настоящий похоже наши наш бакалавр не настоящий хотя малыш как видите у нас тоже в виде куклы может быть куклы видят своих хозяев как себя по образу и подобию своему так теперь этого не понять но с мальчиком есть больше чем говорить видишь кукла так вышло чудо вижу 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 я все вижу я все вижу власти это это просто позор какой-то я не сказала что это шок потому что чем дальше тем больше все это действительно походило на игру на фарс комедию на все что угодно только не на реально происходящее событие давайте почитаем что нам написали то до мор случился в песочнице то ли дети затеяли игру а то ли дети затеяли эту трагическую игру вернувшись похорон то ли они начали чувствовать что у них умирает детство как бы там ни было на герой герой жестоко обманут кажется все это время он принимал себя за живого человека спасающего живых людей это чувство бесспорно добавляло ему рвение помогло дойти до финала и даже с некоторым триумфом напрасно все это напрасно он марионетка спасающий глупых кукол в нарисованном городке странно что до сих пор молчат всемогущие власти наверное надоело или их просто позвали ужинать да а тут по большому счету и добавить то нечего потому как по идее я бы сказал что это наверное финал игры по большому то счету потому как совершенно не важно что мы теперь сделаем какой мы примем решение все это будет понятно что это игра то дети которые играют это так же как вот мы сейчас играем с вами в эту игру совершенно не подозревая что на самом деле играют нами как отсюда выйти выпустите меня ты тут один остался где хан хана нету не сюда да по моему да что ж нам остается только явиться на совет который будет 19 часов и решить что делать с этим городом чью точку зрения принять что на самом деле в данный момент совершенно не принципиально чтобы они мы не приняли это останется игрой это все не за правду но существует такая личность как марк бессмертник который может быть кукла но все это время он не играл по правилам и кукла ли он или он все-таки и есть то самое зло которое разыгрывает весь этот спектакль и представляет нам что власти что дети которые играют нами как куклами на самом деле его куклы спектакль спектакль и все очень и чрезвычайно запутано но у нас остается немножко времени буквально если мы пока мы добежим до дома его это будет три часа чтобы поспать сбросить усталость и явиться на совет что мы наверное сделаем принципе у нас все в порядке со здоровьем у нас даже осталось по моему еще аж три панацеи мы теперь можем я тоже торговать но я пока что не буду может быть вдруг она пригодится на совете я не знаю мы придем а там блок отравлен мадам инквизитор тоже лежит трепыхаясь поэтому давайте пойдем немножко прикормим в доме заботливо оставленном евы я так ну что хинин только хинин так и поспим чтоб нам не профукать нам надо так 15 16 17 так часа как я и сказала да ну да проснуться пошли на собрание я надеюсь что мы не опоздаем 18 59 расскажут бакалавр ты опоздал ну опять же все же мы должны с боем курантов прямо туда заходить посмотрим это будет так типично для нас проиграть всю эту игру прожить все эти труднейшие 12 дней и потом просто-напросто опоздать на решающий момент ну что пустишь входите бакалавр вашего решения ждут на собрании ферзи вошли в клинч и парализовали друг друга партия грозит разрешится трагическим патом вы пешка которая вышла к последней черте ставьте мат что за смех послышался мне из-под твоего уродливого клюва весело сейчас решится все инквизиторши то похоже полагает что использовала тебя запутался не дрейф она тоже ничего из себя не представляет все шло именно к этому теперь ты действуешь в интересах неизбежности от нее никуда не деться зло побеждает все так дайте мне дорогу еще что скажешь они уже начали чего вы ждете хотите произвести своим появлением наивыгоднейшее впечатление возможно я войду когда почувствую что ждать больше нельзя все пошли все фууууа в друзья ну что ж собрались все Собрались действительно все. Так, давайте-ка начнем с тех, кто пониже. Какую влагу? Какую влагу. Посмотри на них. Видишь теперь, что она жертва. Не нужно ее демонизировать. Она честно исполняет свой долг, как ты и я. А, это ты про... Про кого? Так, ты заступишься за Агла. Неужели тебе есть что сказать в ее оправдании? А, я передумал, Борух. Я приму решение сам. Мы слишком по-разному понимаем, в чем заключается этот долг. Я не понимаю, о ком ты говоришь, Борух. Не вижу тут ни единой женщины, подходящей по твое описание. Вот так я скажу. Так, ну-ка. Да. Жертва. Так, так, так. Да, ты знаешь, Борух, я не то что передумал. Я действительно... Я и не думал. Я приму решение сам. Тогда зачем ты привел меня сюда? На всякий случай, вдруг случится что-то непредвиденное. Так, там что-то у нас мелькнуло. Та-та-та-та-та. Задача дня. Дня. Ага. В Борух придет собор. Если я дам ему право решать, город выживет ценой удаления многограника и превратится. Так, это мы читали. Клара будет в соборе. Она убедит полководца увезти войска. Так, это мы тоже читали. И сохранит статус-кво, если я дам ей право решать. Но можно ли считать решением невмешательства? Этот город так и останется. Красивая машина по производству смерти. Все понятно. Поэтому все мы с тобой поговорили, очевидно. Дружище. Так, подожди, а почему ты заступаешься за Аглаю? Чем же она тебя обманула? Я никак не пойму. Что, она солгала тебе, скрыла от себя правду? Кажется, все, что ты узнал, ты узнал без ее помощи. Все выводы, которые ты сделал, твои выводы. Ведь город был открыт перед тобой. Так, она должна была любой ценой сохранить город. В этом было ее назначение. Вместо этого она стала сводить личные счеты с покойницей, с сестрой, прикрываясь благородной миссией. Вот это я бы сказала, да, да. Так-то она так. Суть от этого не меняется. Если бы она сразу открыла мне свою истинную цель, я никогда бы не стала с ней союзничать. Нет, я скажу вот первое, то, что она с счета сводила. Почему? Она пришла как светоносец, способный мощью своего интеллекта разрешить все наши беды. А оказалась предательница, которая под видом раскрытия правды впарила мне новую ложь. Да ты просто обижен на нее, Айнон. Чувствуешь, что она предала тебя только потому, что ты сам доверился ей. Не стоит загадя предполагать в человеке спасителя, а когда он не оправдывает своих расчетов. Проклясть его, хотя он сам и не ведал о своих надеждах. Она ведала. В том и заключается разница. Ведала и сыграла на моих надеждах. Вот так вот мы и скажем. Сам виноват. Не нужно мстить Аглае. Если ты хочешь разрушить город и сохранить башню, чтобы досадить ей и таким образом подтолкнуть ее к гибели, это будет недостойно тебе, Айнон. Сам и превратишься в злобного кукловода, ведомого жажды мести. Да, из тебя получится отличный адвокат. Жаль, что она сейчас тебя не слышит. Это не месть. Я просто хочу сдержать слово и честно выполнить свою миссию. Вот так вот и скажу. Вот так вот. И никакая это не месть. Слушайте, а мне сказали, что тут будет Еваян. А я не вижу Еваян. Или вижу? Тихо, тихо, тихо. Я просто в двери не пролезаю. Нет. Ага, смотри-ка. Мария-то сместила. Инквизитор, что дадут? Покалавр-то толстый. Так, у нас, правда, еще есть местечко, которое мы не осмотрели. Может быть, все-таки Ева есть, а она есть наверху? Продолжение следует.